Занятия спортом теперь на свежем воздухе. Первый комплекс спортивных тренажёров построили во дворе обычной пятиэтажки. Городок на неделе на 19 установлен на средства бюджетов Московской области, муниципалитета и фонда наказов депутату Владимиру Шапкину. Место под площадку согласовал с жителями депутат городского поселения Роман Назаров. К сожалению, отсутствует в «Щелковой семь» какие-либо спортивные тренажёры в свободном доступе. В итоге мы с вами сейчас имеем эту площадку. Городок, состоящий из комплекса турников и девяти тренажёров на разные группы мышц, рассчитан на использование людьми разного возраста. Конструкция смонтирована на нетравмоопасном резиновом покрытии. Массивные скобы отделяют спортивную зону от внутриквартального проезда. Это ещё один плюс к безопасной среде. В выходные здесь полный аншлаг ни одного свободного тренажёра. У меня двое деток. Сыну 6 лет, дочке 15. В выходной здесь очень много детей. Дочка приходит позаниматься тренажёрами. Физкультура. Опять же, ГТО никто не отменял. Сынишки 6, но мы тоже приходим поразмяться. Сама тоже вместе с ними. Нам очень нравится. От всех жителей большая-большая благодарность. На строительство восьми спортивных и четырёх детских площадок тогда ещё в Щёлковском избирательном округе Владимир Шапкин направил порядка 8 миллионов рублей. В самом городе их будет две, остальные в поселениях. Депутат испытал тренажёры буквально на себе. Отметил, что конструкции в использовании очень удобны и надёжны. Это общая программа Подмосковья, спортивные и детские площадки, которые входят в рамки программы благоустройства жилой территории. Я из своего депутатского фонда на 2016 год принял решение направить определённую сумму денежных средств на эту программу. И по округу, тогда ещё 24-й Щёлковский округ, было направлено денежных средств порядка 8 миллионов на строительство вот таких восьми площадок спортивных по округу и четырёх детских площадок. На этом программа комплексного благоустройства не заканчивается. С оптимизмом, сказал Шапкин, в региональный бюджет депутаты начинают вносить предложения по программам, в том числе и по благоустройству жилой территории. Решение по софинансированию работ принимается с учётом мнения председателей многоквартирных домов. На этом программа не заканчивается. Мы должны спортивные площадки сделать в каждом районе. Причём по плану не только силовые, но и игровые. Большое вам спасибо за работу, большое спасибо, что вы о нас не забываете. Вы здесь живёте, да? Да, мы здесь живём. И хотелось бы ещё попросить, мы надеемся, что вы нам ещё построите и спортивный комплекс, и новый дом культуры. Строительство дома культуры «Щёлково-7» запланировано с привлечением средств области. В следующем году депутат обещал постараться изыскать средства на его проектирование. Михаил Налётов, Михаил Черепанов, телерадио компании «Щёлково». «Щёлково» «Щёлково» «Щёлково»